всем привет друзья с вами зуи сегодня хочу поговорить о проекте по и дизайн которая делала фигме и рассказать вам как это сделал разобрать потому что мы набрали с вами достаточное количество лайков под предыдущим видео кто не видел может посмотреть ссылочка в описании там я разбираю проект по ландшафтному дизайну так что друзья давайте наберем 70 лайков если тема и и дизайна вам интересно я разберу какой-то другой еще проект поделюсь с вами так что все зависит от вас погнали в конце июля у меня был проектик совсем небольшой этот проект был на две странички буквально то есть страница главная и внутри мне необходимо было сделать дизайн который якобы такой бложный будет так скажем то есть там будут статьи какие-то советы по beauty и так далее кстати сразу был на примете какой-то шаблон который они хотели купить но дело в том что они решили сделать уникальным это все потому что там как бы вся суть на том что необходимо сделать привязку к личности чтобы этот проект не просто был как очередной сайт где находятся просто статьи и лайфхаки по beauty и так далее а это именно от определенной личности которая могла бы делиться своими навыками знаниями и так далее так вот собственно из-за этого шаблон они и не выбрали и решили создать авторский проект также был второй сайт который служил таким основным наверное вдохновителем для меня для создания типографических каких-то элементов и прежде чем мы начнем я наверно хотел бы поделиться с вами как я вообще проекты начинают перед тем как их собственно начать есть какой-то такой при продакшен скажем так в общем помимо того что тебе когда скидывать тзм у меня таза не было был прототип только и на основе этого прототипа я реализовывал все я все вот эти элементы которые мне скидывают тех задания там прототипы какие-то пожелания я пытаюсь все по папочкам распределить чтобы в дальнейшем мне было легче работать и также когда я сохраняю какие-то графические элементы тоже все структурирую по папочкам чтобы потом если я вернусь к этому проекту было проще найти руководство самого проекта идет у меня в программе notion я много раз они рассказывал вам и на стримах кстати стримы друзья раз в неделю не забывайте что вторник 6 вечера заходите ко мне в гости там мы общаемся и кстати этот проект я тоже делал от частично на стриме можете посмотреть ссылочка есть в описании ну и некоторые ссылочки я сохраняю себя отдельно я создаю папку в хроме по названию проекта и сохраняю там все ссылочки там референсы или сайты конкурентов которые мне нужно как бы от них отталкиваться или не повторить так как они в принципе можем начинать и переходить уже к самому проекту в фильме потому что это наверное самое основное почему вы сюда пришли итак запрыгиваем фигму мне начинаем всегда наверно вы тоже так делаете собираю референсы типа модборды всякие как и здесь я тоже также сделал в основном я собираю все что мне импонирует или какие-то опять же пожелания фигме кстати круто то что это такая целая доска и ты просто зумишься и смотришь в нужное место которое тебе интересно ну какие-то типографические решения которые мне необходимо было сделать я она просто смотрел различные шрифты пробовал и потому что акцент был заказчика на том что шрифты должны быть прописными ну и сохранил себе блоки какие-то блоки самих статей как мне нравится там стилистика блока в пример вот этот блок прикольный тем что есть одна картинка и вспомогательные допустим отдельных элементов для какой-то там но это если вы занимаетесь я не знаю продажа какого-то инвентаря или там мебели и это прикольное решение ты видишь как это все на картинке целостно смотрится уже в дизайне а тут оказывается можно отдельно каждый элемент купить это прикольно в нашем проекте это не нужно было но я сохранил потому что возможно мне это вдохновит как и эти элементы вы видите просто мне понравился минимализм и все он может даже не относиться но в дальнейшем какая-то идея придет и этот рефы эти все точнее mood board меня как бы собственно настроение и создает прежде чем перейдем прототипу хочу показать вам сайт которые они хотели приобрести то есть шаблон вот так он выглядит вы видите стилистику как для меня достаточно лепеста из того что вот эти все формы то есть есть обводка всего и кажется все сложновато но неважно я этот эту стилистику мне нужно было использовать вот имеют типографическую стилистику то есть написание текста в виде такого прописи то что заказчица понравилось и вот и в принципе мы видим как это выглядит и давайте посмотрим что же у меня получилось в принципе начнем с прототипа моя задача была как бы акцент сделать на самой заказчице потому что ее собственный блог о beauty ком-то там жизненному опыту и как вы видите сам прототип очень похож на наш сайт который хотели приобрести и тут я вижу многое взято например вот часть контента где располагается уже все статьи то очень похоже вот это с левой стороны нас контент справа и какие-то вспомогательные блоки типа там сэй hello или там подпишись на россию рассылку или какая-то реклама тут в принципе то же самое похоже очень сделано но я отошел от этой концепции так как прототип служил для меня только структурным ориентиром не визуальным то есть мне мне нужно было соблюсти то что здесь должны быть статьи здесь должен блог о самой личности там какие-то фотки в инстаграм и так далее ну в принципе можем смотреть что у меня получилось сразу скажу что я сделал первый вариант его возможно вам покажу он не очень отличается от второго финального но он отличается очень цветовой гаммы дело в том что цветовую гамму на шаблоне которых телекупить я прям скопировал потому что как я понял заказчику это очень понравилось и прям хотят также и по итогу оказалось что очень блеклая некрасивая мне необходимо было это все сделать более сочнее вот он как выглядит сейчас эта страница собственно акцент на личность статьи и опять статьи какие-то теги блог instagram и опять популярные статьи как бы финализирует и подписка на рассылку ну как бы фута давайте поэтапно разберем здесь у нас блок который слайдер собственно вы понимаете для чего для того чтобы визуализировать эти статьи популярны или какие-то там не знаю акции или что там может вообще быть чтобы человеку как бы кликнуть сразу на большую картинку и и обрадоваться как я говорил что блог у нас личности и он привязан здесь было решение что я думаю хорошим решением это вынести человека наперед и придать ему значимость что это его блог они какой-то очередной просто блок кого-то каких-то людей и собственно мне кажется у нас получилось хорошо вот эти бабочки все розоватой гамме и опять же фотки понятно что это взяты с фотобанков и для того чтобы заказчик видел точнее заказчица видела и могла от фотографировать саму себя или там фотографа кто как там фотка типографика вы видите как реализовано некоторые акценты типа я люблю вот этот стиль когда к примеру просто в заголовке присутствует вообще в тексте присутствует просто идет текст обычным и допустим что-то курсивом плюс текст с засечками такой на стиль fashion похож потому что ориентирую нас сайт был который я наверное не показал вам вот он тут вы видите как типографические это реализовано и очень прикольно мне правда это очень понравилось он был таким основным вдохновителем по опять же текстом с блока отекал 100 статей тут вы видите динамику формы которую так часто говорю когда она достаточно разная вы видите как блоки выглядят один более такой так скажем квадратный до другой такой вертикально прямоугольный этот более горизонтально прямоугольный этот вообще ну вот это можно назвать квадратным видим стилистическим чуть по-другому это делать для того чтобы глаз цеплялся за каждую новую информацию и он воспринимал каждую информацию как новую они просто это было блочно однотипно так как вы я думаю сами понимаете что людям читать лень леним что-то узнавать но вы сами понимаете что нам нужно самое красивое самое сочное и быстро и чтобы это не надоедало и вообще много чего нам еще нужно здесь блок интересно вот это подписки но как интересно меня прикалывать что опять же у нас привязка к личности то как бы хотите знать все подпишитесь вот мне кажется это прикольно и вот этот блок кажется не смотрится навязчиво скучным каким-то не знаю как вам кажется пишите в комментах мне вот кажется так фоном я добавил какие-то элементики типа цветочка опять же в розовой гамме теги это которые позволяют по сайту передвигаться определенным тегом ну и последний финальный типа статейный блок просто все в но опять же вы видите динамику форме то есть один большой два маленьких мне очень нравятся такие решения потому что опять же почему потому что не скучно блок instagram выглядит вот так то здесь у нас фотки сзади нашей заказчицы здесь она сама должна быть ну плюс какие-то я не знаю там призыв или что чем я занимаюсь ну и как бы подписка на сам инстаграм ссылочка ну и кстати в предыдущем макете в первом который исправляли он выглядел вот так как вы видите очень просто безумно просто была у меня какая-то идея но как-то не очень реализовалась потому что опять же фотки вот эти нужно подбирать под тон сайта и они как-то выбиваются если выбирать первый или второй конечно же тот который у нас финальный получился он в разы лучше ну и популярные посты это просто как бы добить так сказать человека чтобы он все-таки прочел и так далее ну футер нечего рассказывать подписался там и какие-то ссылки меню которые дублируются с хедера и так следующая страница у нас тоже простая тушек когда перешел на страницу клацнул вот сюда ему все понравилось и он хочет прочесть здесь таким методом я реализовал опять же на чуть-чуть форму как как-то так залез на картинку потому что так выглядит вроде бы прикольней также здесь можно увидеть что очень много текста присутствует и вот опять же нету динамики формы разнообразие такое это когда вы допустим один текст ряд а другой текст идет допустим один текст вот так идет другие текста идут ну вот как вариант и потом это все чередуется и будет смотреться тоже неплохо здесь я решил взять все в цель на мне кажется заголовки принципе не дают так сказать надоест плюс у нас блог реклама который очень простой но вон видите он выделяется извини для того чтобы класс привлечь опять же я так понимаю что цель этого сайта это тоже коммерческие какие-то статьи делать и вот собственно интеграция самой за рекламы в статью чтобы собственно с этого чего-то зарабатывать но и финальный блок который призывает к подписке как бы все-таки подпишись ты нам нужен ну и это все понятно вы увидите в этом сайте логотип который тоже опять же перекликается в со всей типографикой и ну вот вот этими дополнительными заголовками такими да для стиля как бы и смотрится все однородно потому что логотип такой наши опять же заголовки вот эти большие которые типа аля модно кстати кому интересно шрифт называется вот это сейчас скажу как вот мисс выйдет прикольный шрифт мне понравилось вот он как как читается как вы понимаете я прототипа достаточно отошел но сохранил структуру мне кажется выглядит все достаточно просто но в этом в этой простоте как бы есть весь вкус вот как она выглядит это дополнительное меню все тоже просто но в этом стиль как бы мне нравится но тоже сетка немножко смещена здесь есть такое пространство пустое специально но как бы для того чтобы все выглядело как бы стилёво могу показать юики юики делается для последующей работы чтобы собственно человек который уже картинку превращают в готовый сайт кликабельные и так далее рабочий чтобы он не клацал каждый хедер и не смотрела что это за хедер какой у его размер и так далее сюда это все выводится и он смотрит также какие-то ховеры ну и решение движения мыши которые могут приводить каким-то действием здесь отображать умение все здесь реализовано или все я не помню что-то так смотрится маловато в общем в принципе на этом все этот проект я стрим можете смело посмотреть в описании перейти по ссылке там будет стрим одну из страниц или чё-то там передела не знаю одного из блоков но в общем неважно напоминаю что на 2000 подписчиков я разыграю футболки с арт-принтами для этого вам ничего не нужно делать как только подписаться и на 2000 как зазвонить колокольчик на ютубе что у меня 2000 так сразу среди всех мы проведем розыгрыш и разыграем эту футболочку с авторскими принтами так что подписывайтесь друзья всех обнял с вами был звуи до встречи в следующем ролике по и дизайна по after effects у по всяким творческим каким-то замашкам в моей голове 70 лайков и и дизайн будет жить фигма тоже будут жить эти свои проекты держу в заложниках чтобы их выпустить нужно всего лишь 70 лайков друзья и я с вами поделюсь всем пока пока я пошел наверное сейчас отдыхать потому что записываю второй раз уже вечер честно пойду в контре пошли пока